Встреча с Файт Ревью Всем советую И в гостях у меня Юрий Орлов Привет, Юрий Юрий известен многим в Риге и Латвии И не только за ее пределами В феврале он взял титул Титул чемпиона Европы По версии K-O-K Расскажи подробнее об этом бое Это очень классный бой На самом деле мы готовились два месяца Майк Спранк это очень серьезный соперник Это был класс выше и ступень выше нашего уровня И вот с тренером мы прошли хорошую базу Тренировку Вышли в тот бой И реально был очень напряженный бой Четыре раунда В первом раунде я пропустил даже удар Очень такой серьезный Но мне не отчитали На самом деле там был нокдаун Я упал Такой бух и свет погас прямо в конце первого раунда И да, там должны были отчитать Но не отчитали Наверное подумали, что Эль подскользнулся Но я вскочил сразу Из-за этого наверное и дали экстра раунд Потому что мне казалось, что в остальных раундах я доминировал поединок Они увидели ровно И вот три раунда закончилось Я подхожу к тренеру И тренер говорит Или победил Или экстра раунд И вот дали экстра раунд И вот четвертый был такой очень хороший раунд Реально был такой, как война Сначала он меня бил Потом я его бил Потом он меня бил Потом я его бил И в конце уже последние минуты Я забирал максимально как мог И как бы единогласное решение судьям Я забрал тикл с чемпиона Европы А где бой проходил у нас? Да, в арене Рига На февральском QOK Я не помню цифра какая была Там выступал я Все, в принципе, большинство Очень знаменитые кикбоксеры в Латвии Это Райман того, что такое у нас Янис Фрейманис Я... Заур был? Зауры тогда не было Заур выступал в ЛНК через месяц Да Мы выступали как бы на QOK Ты говоришь, готовились два месяца Кто тренер твой? Мой тренер Игорь Ткаченко У меня вообще тренерский стаб есть Много ребят помогают мне в подготовке И у нас такое, как сказать, очень сильная сборная получается Где каждый игрок помогает Я могу сюда предписать Руслана Фандорку Паша Мазурук Это очень хороший мой товарищ Который Если бы сейчас не было травмы Он бы тоже помогал мне Ну и в принципе остальных Заур Джавадов тоже мне помогает Мы туда как бы тоже вместе входим Мы работаем вместе все Да, в принципе Вот с тренером Тренер меня подготовил Сделал план Точный план Который я выполнил Ну почти выполнил Готовились конкретно под соперника Да, чисто под соперника Не было никаких смен, слетов То есть там все Вообще, очень шикарно Потому что Майк вроде бы Да, не было Он стабильный соперник Он стабильно выступает И очень хорошо У нас был сразу 23 февраля И да, это очень классно Потому что готовишься к одному И ты выходишь в бой Выполняешь весь план И тренер смотрит на тебя И гордится Да, и сам ты его гордишься И улыбку на его лице видишь И ты думаешь, шо, классно все Титул был вакантный пояс? Нет Титул Ты у него забрал? Да, вакантный Правильно Вакантный Да, мы разыгрывали Титул чемпиона Европы И сейчас 17 мая будет биться Раймотов Что клан за титул чемпиона мира И мне на бой провести поединок Наверное Или два даже И как бы я главный президент на этот титул То есть, кто бы не выиграл сейчас титул чемпиона мира Возможно, я буду через 2-3 боя биться за этот титул тоже чемпиона мира То есть, возможно, ты встретишься с Раймондом? Как ты себе это видишь? Фу Это хороший вопрос, на самом деле Ну, Вер, у вас, по-моему, разные весовые Нет, мы все 85 кг Да То есть, Раймонд и я, мы 85 кг бьемся Раймонд чуть-чуть меньше, конечно, рост Может быть, из-за этого кажется, что он ниже весовой Или что-то такого Это интересный вопрос Потому что мне каждый человек, наверное, в Латвии На протяжении двух месяцев спрашивает вопрос Ну, да, действительно интересно А как, если придется так? Ну, да Или камень-ножницы? Нет Я думаю, что нет Потому что, на самом деле, мы же оба бойцы Мы оба строим карьеру Да Титул чемпиона мира Это самая высшая ступень Ну, тут уже, да Тут уже остается профессиональный взгляд Да, да В зале мы друзья В ринге мы, как бы, против друг друга работаем Да Я бы, конечно, да Думаю, что и Раймонд сам думал об этом бою И я думал об этом бою Я думаю, что рано или поздно нам предстоит встретиться в ринге Хоть мы встречались уже два раза Один-один у нас есть Это пренеры, мы еще мелкие были А сейчас, как бы, уже два мужика Уже с техникой Да У нас навыки Да Титулованные Опытные ребята И, как бы, было бы, наверное, интересный бой Для Для Латвии, я думаю, это очень крутой сбой Если честно Я даже задумался, что Мне кажется, что мы могли бы нам собрать большую арену Вот наш один бой Потому что Раймонд, как бы, патриот Работает в пожарной части И, типа, я такой больше русский Другой противоположности Хулиганчик Да, хулиган Я бы сказал хулиган И, как бы, я думаю, что было бы очень интересно Потому что есть ребята, которые меня поддерживают И его поддерживают И, я думаю, чем вот эти два столкновения Было бы очень интересно Для организаторов Но, не знаю, как организаторы думают Будем смотреть Как в дальнейшем То есть, что для этого сейчас нужно Чтобы подойти к этому поиску Я иду за титулом За титулом Я хочу выиграть титул Я хочу дойти до этого Я хочу показать, что я могу этого И если Если Раймонд выигрывает этот титул И он становится настоящим чемпионом мира То я пойду Ты готов, да? Да, я пойду за этим титулом Потому что это Это награда Что сейчас Какие планы На ближайшее время Бои, подготовка К чему? Так Была у меня сейчас подготовка К 17 мая Я должен был ехать в Хельсинг Сорвался поединок Не нашли соперника Травмировались Там парочку Ребят И получилось Искали соперника Дали не такого уровня Которого я бы хотел И как бы там Согласили с организаторами Что не надо Тренер мой тоже сказал Не надо И вот мы сейчас Ждем от организаторов Ответ Это вот После 17 мая будет И я думаю Что через месяц Может Чуть-чуть больше И мы поедем куда-то Другое место биться За границу Тоже на киоке Я думаю В турнире И там Будем выступать И потом осень Осень Большой бой Я думаю Какой-то большой бой Будет в Риге Арена, да? Да Большой бой Будет очень интересно Посмотрим Что заготовят нам организаторы Потому что я хочу большой бой Я хочу биться с лучшими Я хочу биться С высшими уровнями То есть я хочу развиваться Не стоять на месте А идти по карьерной лестнице А в каких промоужинах Кроме кока Ты бьешься Или готов биться Или хотел бы побиться? Так Так Здесь хорошие Но на самом деле Есть всемирные Очень большие организации Конечно Моя, наверное Заветная мечта Это Глория World Series Кун Лун Это китайская организация Я бы хотел там побиться тоже И Белотор кикбоксинг Мне интересна сейчас Эта организация Потому что они очень Развиваются Хорошо И в принципе Там очень много звезд добился Тот же самый последний бой Очень интересный был Наверное Самый большой такой В этой организации Это Джорджи Петросян И Чингис Аласов Да Это очень крутой бой был И вот там проходил этот турнир В Америке Если не ошибаюсь Мне кажется И там они бились В Латвийском В Латвийском Только КОК Потому что Я знаю У нас ЛНК есть У ЛНК есть У ЛНК есть Свои плюсы У Киевики есть свои плюсы Да Мне интересно Развиваться Развиваться ЛНК пока Как бы сказать Они Местная компания Местная компания Заинтересована больше В боксе Чем кикбоксинг Как бы ни крути Мы все знаем Что Боксерских поединков Там больше Да Кикбоксерских Там парочку Всего Так стоят И поэтому Да Киокей Киокей Это семерная организация Которая В принципе транслируется В большинство стран мира Где можно Можно себя показывать То есть Это уровень Я считаю Какой Можешь вспомнить Самый сложный поединок За свою карьеру Это был вот этот Титульный Или было что-то Тяжелее Круче Жестче Я бы наверное Сказал два Таких интересных Поединка Потому что Это был мой первый Поединок Наверное Даже три Я бы сказал Первый Это был поединок Мне было 18 лет Парниша Я был Мне приехал на замену Чемпион Норвегии Такого Очень мужик Здоровый Я помню Он меня отбил ноги И на самом деле Если бы я его не нокутировал Во втором раунде Я бы наверное Проиграл бой Потому что Каждый удар Которого Мне казалось Все закончится сейчас Второй бой Это был Бенни Османовский Это чемпион мира По ИСКО Вот Мне дали его 2018 Мне кажется Год назад Или чуть больше Год назад Наверное В 2018 Это было Очень Тоже серьезное Для меня испытание Потому что Это был мужик Который на 10 лет Мне старше У него было 50 поединков Из них Куча нокаутами То есть Это был хороший Панчер Ну Вот В чем мне нравится С моим тренером работать Потому что Мой тренер всегда знает План на бой И он всегда может организовать Подобрать любого Стратегии Да Любой Против кого я не вышел Я знаю Что если мой тренер знает Что он выиграет И я выиграю его То я выиграю его Да И вот мы готовили Очень серьезно колено С прыжком Потому что мы знали Что он наклоняется Ну Ближнюю дистанцию Стараются зайти И во втором раунде Да У нас дошло Эти два раза колено Мы его послали в нокдаун Потом Я начал более уверенно себя Наносить удары И как бы выиграл их поединок Нокаутом, да? Нет Выиграл по очкам Да Он восстановился Но такой был Очень интересный Это был наверное один из самых тяжелых Ну и конечно Майк Спранк Потому что На самом деле Я вам скажу так Если Посылают более Классовый боец Тебя в нокдаун В первом раунде Тяжело восстановиться Психологически тоже? Психологически Да И при этом я первый раунд Вроде бы более-менее Как бы Мне казалось Что я чуть-чуть лучше был Как бы чуть активнее наверное Где-то попадал Больше Мне кажется Лишь такого И когда вот это Первый удар Донес его удар В подбородок Мне чисто Как по заказу Это было очень тяжело На самом деле Было тяжело Перейти между раундами Хорошо что тренер Мне дал очень хорошую подсказку Потому что Если бы Наверное не тренер Я бы Наверное проиграл в бой Наверное ушел бы И как-то так Мне казалось Что бы не смог бы его выиграть Так что да Это наверное Макс Паранк Такие три поединка Которые вот я В принципе очень хорошо помню И такие тяжелые Реально тяжелые Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Какой твой тренировочный график Как ты тренируешься Как ты живешь Что ты делаешь Вне тренировок Твои интересы Увлечения Хобби Вот так вот Да Зал Ну это понятно Ну на самом деле Все знают Что я провожу Наверное Часов В 18-16 В зале Это очень много На самом деле Я реально сижу в зале Там с утра до вечера Тренирую Я тренируюсь Девочки ко мне приходят В шесть утра В пять утра Могут прийти даже На индивидуалки На индивидуальные тренировки Да Такой График у меня свободный Как я говорю Пока жены нету Можно Можно ходить По ночам тренироваться Ну а скоро женишься? Нет Нет? Нет Пока не собираюсь Разумно Ну вот Как бы да Сам тренируюсь Обычно два раза в день Если На самом деле Как происходит подготовка Потому что Если это идет Вот срочные Были вот сейчас У нас была Четыре недели на подготовку К 17 мая Я бы сказал Даже три с половиной Потому что Я заболел Я заболел И был на антибиотиках Долгое время Не сколько долго Десять дней И После антибиотиков Надо было сразу Включаться в подготовку У нас не было сделано Первый Второй этап подготовки И получилось Мы убрали Первый Второй этап И получилось Нам надо было Интенсивнее тренироваться Его тренировались Два раза в день Тяжело Да Утром Вечером Тяжеловато Когда ты там Проводишь Допустим Те же спарринги Шесть раундов спаррингов Потом ты идешь На лапы Девять раундов Потом ты же идешь На мешки Ты работаешь постоянно У тебя постоянно Вот этот график И ты вроде бы устал Но тебе надо работать То есть Ну как бы ты готовишься Да Иногда есть этапы Где в принципе Это Набирание Физической Общей физической формы Да То есть Это где мы работаем Железом Да Физуха Да Вот там Мне более комфортно Потому что Как бы ты приходишь В зал на три часа Три часа занимался В принципе Ничего не сделал Как я вам говорю Там шесть-семь упражнений Сделал И пошел домой Послушай Ты шестнадцать-восемнадцать часов в зале А чем ты занимаешься Кроме спорта Вообще ничего А то есть вообще Ты чисто в спорте есть Тебя не отрывает ни учеба Ни работа Да Моя работа и есть мой спорт Как говорят Типа хочешь не работать Найди себе увлечение Которое будет тебе по кайфу по жизни Слушай А говорят еще такую вещь Что у нас В Латвии К сожалению Профессиональным спортсменам Приходится еще и работать И мы знаем много таких примеров Да На самом деле так и есть Или тебе повезло просто? Ну я бы не сказал повезло Просто На самом деле Ну будем так откровенны Потому что Если ты работаешь Я работал много где Если ты работаешь У тебя нет образования Ты работаешь на плохой работе То есть это стройка Не знаю там Подсобщик Да 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 Не знаю что там Разносчик Доставщик Любая профессия Которую легко взять Которую без образования Она как бы более-менее оплачивается Но Что происходит в этом моменте Если ты работаешь на таких профессиях Ты уже автоматически не можешь нормально тренироваться Ты вылезаешь из тренировок Да То есть ты уже тренируешься Как обычный нормальный человек Который после работы идет Два часа отработал Такого типа Ну в общем для себя Да 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 Как все тренируются Да 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 Вот так и происходит Да Я работал на таких профессиях Было очень тяжело совмещать Я это понял сразу Что Или мне надо То что мне нравится Заниматься Или что-то такого Есть моменты Да У меня нету на Как сказать На глупости Финансов Которые позволяют Допустим Когда ты работаешь Доставщиком Или что-то такого Сходить в клуб Или посидеть с друзьями Где-то там В ресторане Я такого себе позволить Пока что Не могу Даже так Да но Мне нравится то что я делаю Да То что я делаю Что То что я развиваюсь Каждый день Я становлюсь лучше Мне каждый день Приходится придумывать Как Чтобы сходить С теми же друзьями В ресторан Или в клуб Или что-то такого Найти вот эту Финансы Денежку Чтобы Как бы сказать Потратить их на глупость Да Пока у меня нету Такой лишней Поэтому я выбрал Вот жить вот так Как бы сказать Из всех вот этих Аскетично Да Но жить То что мне нравится Ну это круто Да Наверное 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 круто Там нечего делать Во всех этих местах Ну да Я согласен Ну где-то по-любому хочется Да Там тоже самое Про жену спросили Да А с девушкой Сходи там в ресторан Это да Это святое Это Как бы тоже нету Пока свидание Выпадает из графика И ты идешь В зал В зал Чтобы Что бы да Послушай Спонсоры Есть Спонсоры Парочку есть Спонсоры Powerhunter Есть такой Это мой товарищ Владеет своим автосервисом Он Заинтересован В развитии спорта И Как бы Мне он очень нравится Потому что Он Никогда не спрашивает Куда И что И всегда помогает То есть Буквально позвонил Там Не знаю Нужна Витамины какие-то Да Два часа Уже у тебя Около дверей Не знаю Позвонил Сказал что В Литву ехать надо Кстати Поездки В Литву В Эстонию Поспарринговать Они стоят довольно Вроде бы кажется Съездить Триста туда Триста обратно Так уходит Денежку Ну это да Переезд Размещение там Покушать И как бы Уходит эти Денежка Он Помогает Сказать Я бы сказал так Все легкие вопросы Такие Которые Никучи денег На Таиланд Все Такие простые И Нужные вопросы Которые мне нужны Он помогает Двусюмики Провку Ну то есть Спонсор Файт Ревью Которые У меня были выходные Немножко тяжелые Там Работы было много Не посмотрел Знаю кто выиграл Но не смотрел Да Но Джон Джонса Все прямые Все прямые С Джон Джонсом Это мой любимый Наверное Боец Я не знаю Я не знаю К этому К этому Да Смешанное единоборство Это интересно На самом деле Мне кажется Я подхожу к смешанному Я такой высокий И если бы мне борьбу поставить Но Как бы я как говорил Вот допустим Мне говорят И в боксе я хорошо Потому что у меня есть ударная техника Ударная техника рук Хорошая поставлена Да Плюс еще рост и длина рук И вес То есть как бы Плюс-минус И в боксе я хорошо подхожу Но в боксе мне как-то Как-то вот не лежит Мне нравится Ногами ударить Колено Локтем может быть где-то Да Единственный большой минус Это борьба То есть если бы Да Если вы допустим Вы потратите Не знаю Три-четыре года на борьбу Чисто Ударка у меня хорошая То в принципе Можно было даже Рассмотреть этот момент Но Я знаю много очень кикбоксеров Когда достигают мирового уровня Там Допустим Рико Верховен Или Тот же Тайрон Спонг Блин Да много кто Израэль Одесьян Да Он чемпион По кикбоксингу мира Сейчас Будет биться За титул чемпиона UFC Мира Это человек Который В кикбоксинге Максимальную вершину И потом Пришел UFC Разламывает То есть Это очень тоже круто Это очень большой показатель То что можно в принципе Дойти до кикбоксинга До мирового уровня И потом Параллельно еще Заниматься борьбой Борьба всегда Хорошо Потому что это Выносливость Физуха Развивает И при этом Если ты работаешь параллельно То в принципе Можно пробовать Думаю что если Какого-то Мы достигнем Такого уровня И где нам Негде будет развиваться Дальше Пока у нас развития Много У нас есть много Турниров Где Хочется быть чемпионами И поэтому Мы Стараемся Стараемся Дойти до этого уровня Чтобы Когда уже Понять что Вот все Может быть Тогда подумаю Перейти в смешанное Единоборство Даже подумаешь Скажи Какой ты вне зала Вне спорта На улице Ты Вспыльчивый Ты Спокойный На самом деле Я очень Вспыльчивый Да Такой Я бы наверное Писал так Вот какой я в бою Такой я наверное И в жизни Я очень терпеливый Да До одного момента Пока меня вот То есть ну сразу Ты так взорваться не можешь Не Не Я могу Выслушать Послушать Принять очень много на себя И потом вот в один момент Буквально от одного Может быть даже Слово и даже другое Это может быть вообще человек Взорваться Да Обычно это происходит так Что допустим Когда ты работаешь с разными клиентами Много там допустим Девушек Мужиков Детей тоже Они накапливают на тебя Очень большой стресс И ты приходишь Звонит там Какая-то сестра моя Или мама допустим И там тоже Ну какой-то Не знаю Пустяк какой-то говорят На самом деле пустяк И ты раз Вырываешь И они потом обижаются И кажется что Они виноваты На самом деле не виноваты Да Я такой вспыльчивый Но На улице Не знаю Все говорят что Когда видят меня на улице Как будто Человек Как будто ничем не занимается И просто идет такой Как ботаник Да Ну Мне приятно Если честно Мне бы хотелось бы Чтобы так и думали люди Мой отец Покойный Он всегда говорил Что спортсмен должен быть Во-первых скромный И мужчина должен быть скромный То есть не должен быть там Оказывать себя Что я там Кто-то там Принесите мне то Или еще что-то Стараемся всегда Быть скромными И мой тренер Я так же этому Как бы Я учусь От своих наставников И то есть мой тренер Он тоже самое говорит Скромность Ну важно То есть в интернете Не высказываться Какими-то гнусными На комментарии Какие-то гнусные Не отвечать Стараться быть скромным Парнем Которого В принципе кто-то любит Кто-то не любит Просто Серая мышь Такая Появилась И исчезла Замечательно Послушай Твои фавориты В этом спорте Ну начнем Вот с мирового уровня Кто бы тебя мотивировал Давал Тебе такой заряд Тренироваться Ну вот твои Любимые Самый мой мотиватор Это у меня Даже плакат большой Это Артем Левин Это мировая звезда Это Как ни крути Это мировая звезда У меня даже фотографии с ним есть Да Я в детстве еще такой 14-летний пацан стоял с ним Он приезжал сюда в Ригу Я с ним согревался Это очень Для меня мотиватор Потому что там где он жил У них Он сам рассказывал Что у них есть только Три выбора Это Шахты Тюрьма Или спорт И он выбрал спорт И оттуда в принципе тяжело Ну в Сибирь Там снег Типа Оттуда выходят люди И как бы Он мотиватор для меня Он очень большого величины в этом спорте Он занял все максимальные возможности В кикбоксинге Которые вообще просто существуют Стал чемпионом И я считаю круто Второе Это Джорджу Петросян Это наверное Когда я вот Увидел его По телеку И мне он Просто как-то понравился в детстве И я вот Все Ну это мой фаворит Это Не знаю Тоже за него Всегда болею Всегда Всегда за него Да Кстати Заур мне еще килограмм торта должен Заур? Да Мы с ним спорили Кто выиграет Петросян Он мне до сих пор Килограмм торта Да Торт не дал Так что жду от себя Заур торта Да И третий Наверное это Тайрон Спонг Да Всемирная звезда Наверное Просто представление Не решается Да Он очень крутой Вообще Он мне нравится Как он Такой Сдалека кажется Просто какой-то злой человек С тремя детьми Или три Или четыре даже Дети Такой злой человек Сдалека И всех Рубит Рубит Да У меня он Другие ассоциации вызывает Вот такого Настолько спокойнейшего человека Да Даже когда он в ринг выходит Да Мы просто не возмутим Всегда Такое ощущение Он полуспит Да Сдалека Лысый стоит Здоровый Здоровый Я такой думаешь Ё-моё В жизни конечно бы Он мне очень нравится Очень интересно Интервью всегда хорошее Дает Документальные три фильма Или четыре даже есть Все посмотрел Мне очень понравились В общем такой крутой мужик Так что да Это три моих наверное Фавориты Ну еще один из любимых Наверное это Артем Вахитов Мне просто он нравится Конечно много есть В кикбоксинге Ребят которые мне нравятся Там вот сейчас есть Такой молодой парниша 24 года Это на два года Старше меня сегодня Чемпион Глории Домбе Домбе Сендрик Домбе Как-то так Очень крутой черный Мне его нравится стиль Просто шикарный Я не знаю Блин Ну Вот сразу видно Что он не глупый Вот Не глупый кикбоксер Который может Думающий Да, который может просто За секунду придумывать план Поменять этот план Вообще Вообще шикарный На самом деле он мне очень нравится Конечно там Ники Хольскин Да Артем Ахитов Это все люди Которые ну такие вот Мирового уровня И нравятся Говорить о О мотивации Кто бы тебя мотивировал Один из них Вот мотивация Это самая Кто мотивирует меня Это Артем Левин Да Потому что Левин Это для меня Вот человек Если вдруг Когда-нибудь Потому что мы в одной весовой С ним 85 килограмм Если с ним будем биться Это будет как Я не знаю Это его Как бился Мне кажется Тайрон Спунг С Питером Айрдсом Вот это Мне кажется Вот такой же был бы Интересный бой Потом Когда Тайрон Спунг Встал на колени К Питеру Айрдсу И попросил Ну как бы Прощения у него Или все такого Как Клигерди Да Вот для меня Артем Левин Это Лучший из лучших Типа Вот в независимости Просто от категории Тема Я уже говорил И организаторам И Как бы Да и тренер знает Я не трус И в принципе Я там Рвусь на Любого Тот же самый Сейчас Раймонд едет Биться с Фосборгом Да Я с ним тоже бился В прошлом году Летом У нас такой Не очень удачный бой Получился Вот еще Возвращаясь к своему тренеру Потому что мой тренер Всегда Он знает Когда я В какой лучшей форме В какие моменты И как бы он чувствует Вот это Мне кажется У многих тренеров Не хватает Вот этого чувства То есть он знает Когда я выиграю В какой форме Вот тот же самый С Майк Спрангом Я помню Что у Спранга Когда он выиграл Стаса Маккаринга Он вышел В одну четвертую Восьмерки И У него бой соскочил И Тренер мне звонил Говорит Если тебе предложат со Спрангом И ты пока не соглашаешься Потому что Ну пока нет Я такой Хорошо Но мне не предложили Ничего там не произошло Как бы Но в этот момент Он был уверен Что Я его не выиграю А сейчас Когда мы бились в феврале Он сто процентов Сказал Что мы его выиграем И вот то же самое Было вот с Фином Когда мы бились в Эстонии С ним Я отбился бой И буквально через две недели На левшу Очень хорошего левшу Стандартную Нам надо было ехать Вот с этим Фином биться Тогда был такой Очень Очень серьезный Для меня поединок Я просто Позвонил Умолял тренера Тренер не хотел ехать Он сказал Что даже готовиться Не будем Я выпросил у тренера И он сказал Ладно поедем На самом деле То что мы сделали за две недели Это очень круто Потому что Весь план Который мы сделали за две недели Это просто 14 дней 14 дней Это почти ничего для спорта Если кто-то занимался спортом 14 дней Это Первая неделя Это Тактическая подготовка Вторая неделя Это спад нагрузок Потому что ты едешь уже биться И вот эти 14 дней За 14 дней Мы тактически Просто были на таком уровне Что Мне казалось Что если бы мне дали месяц Я бы его 100% выиграл Ну Ну ладно Всякое бывает Но 99% Что я бы его выиграл Тогда Да Я проиграл тоже в экстра раунде Ему Он мне сделал трещину в ребрах В втором раунде Было очень тяжело Кстати биться Очень такой Тяжелый поединок Когда у тебя трещина Дышать нереально Тебе еще экстра раунд дают Е-мое Давайте уже Давайте уйдем отсюда Да И как бы Да Такой был поединок Но Очень хорош Как бы этот поединок мне остался Он дал мне как бы больше мотивации И это очень хорошо было Возвращаясь обратно К противникам С кем бы я хотел С любым Если я позвоню тренера И скажу Вот мне предложили биться с Не знаю С Алексеем Сандром Перейро Это чемпион Глори Да И там Сумма денег хорошая Если он скажет Да Окей Сколько Времени на подготовку Я скажу Два месяца То Хоть с ним Да Хоть с ним Время Правильная сумма денег Нет А я имел ввиду именно тот С кем бы ты хотел встретиться Вот конкретный Такого бойца нет На самом деле Наверное реванш От Фолсбурга хочу Да Потому что Он нанес мне поражение Не первое Но такое серьезное Как бы Реванш Реванш с Фолсбургом Если Если получится То будет хорошо Если нет Ну будем идти дальше Ну и наверное Давид Мирковский тоже Как бы тоже реванш бы хотелось Это первый человек Который нанес мне вообще В карьере поражение Сколько у тебя боев Профессиональных Да Восемь поединков Не так много На самом деле Не так много Любителей Тоже немного Мне кажется К сорока где-то Но С любителями все тяжело Я бился по юниорам Я был юниор очень крупный Угу Мне никогда не могли нормального найти соперника То есть Мне не было Таких крупных юниоров Как я И там Блин Когда ты уходишь Тебе 14 лет Ты 80 кг висишь Да Как бы 14-летних 80 кг нету Ну и конечно Там были 18-летние уже Конечно 18 кг Но в 14-18 лет Но в мужиках не дрался То есть По мужикам бился Но уже когда он был мужиком Да Сейчас больше профессионально Это достаточно Это достаточно Но То есть Ее Назвышу тому по Хорошо, вопрос, который я задаю в последнее время всем гостям. Твои фавориты именно по Латвии, будем говорить профи, кикбоксинг и ММА? Три одного вида спорта. Три кикбоксинг и три ММА. Интересный вопрос. Давайте будем честны, я порадумал этот вопрос. Ну, конечно, в кикбоксинге нет спора. Я не буду никому места ставить, я просто назову. Тут нет, просто многие мои гости делили первое место между двумя. Ну да, вот как Даник поделил Артура и Заура. Да, наверное, я бы сказал, что потому что они представляют сейчас Латвию. Они Латвию представляют, и они, по сравнению с нами, всеми ребятами, которые в кикбоксинге, они более полиарные, они более титулованные, у них больше опыта. Они крутые, да, они крутые. По сравнению с нами они крутые. Конечно, им, наверное, двоим это и есть. Первое место зовут Джавадов и Артур Горлов, да. Ну, я, наверное, да, с Даником так же и состану солидарным. Здесь с местом, ну, Раймонд, Раймонд, да, да, Раймонд, Раймонд. А у себя тоже, да, он тоже, как бы, сейчас он будет биться за титул чемпион мира. Это не кухры-мухры, это титул чемпиона мира, это очень круто. И на самом деле, подумайте, чтобы до этого титула дойти, это надо большой путь сделать. Это не пришел, ты в кикбоксе выиграл один бой, и... И пошел биться за пояс мира, да? Да, да, за пояс мира. И, как бы, это интересный бой для, как бы, организаторов, чтобы, допустим, Раймонд стал чемпионом мира. Это тоже, да, Раймонд. Стас? Стас Макаренко, да, Стас Макаренко. Потому что, на самом деле, да, он много выступает, он на ТНА бьется. Он бьется в Екатеринбурге, мне кажется, турнир там есть очень хороший, фаерфайтинг, или как-то так называется. Да, да, да. Выигрывал, там, два раза бился, мне кажется. Один раз выиграл, один другой раз проиграл, мне кажется, или как-то так было. Это, по-моему, на этом же турнире Артур Горлов тоже бился. Да, 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 да. Как бы, ну, он бьется за границей, довольно очень успешно, очень классно, Стас, да, Стас, Стас, наверное, 3-4 человека, которых я назвал, это, вот, наверное, фаворит Латвии. Да, и здесь нечего судить, взять всех латышей, поставьте их на чемпионат Латвии, допустим, если есть какие-то вообще разговоры по поводу этих людей, ну, пусть попробуют выиграть. Пусть попробуют выиграть, если выиграют, тогда поменяем другое, как бы, место, попробуем, скажем, что есть другой какой-то человек или что-то такого. На самом деле, ну, посмотрите, у Раймонда в Латвии, в Латвии, ну, наверное, конкурентом я могу составить только в его весовой, и Стас, потому что мы все троем в одной организации, да, но мы не пересекались, ну, пересекались с Раймоном по юниорам, а со Стасом мы нигде не пересекались. То есть, собственно говоря, решать наши юниорские там дела, которые 20 лет тому назад были, нет смысла, то есть, собственно говоря, мы никто и троем-то и не пересекались. А оба они, на сегодняшний день, как бы, я считаю, оба, они более, более, у них опыта боев и важных боев больше, чем у меня было. То есть, у меня еще расти, я еще, как бы, только начинаю. Да. Вот поэтому я считаю, что они выше, как бы, сейчас по уровню. Хорошо, ММА. Ты же следишь. Слежу, слежу. На самом деле, слежу, но забираем ММА. Да, да, да. Ну, хорошо, давай, по-моему, наши же знаешь. Ну, конечно, знаю, да. На самом деле, я про Хасана и Хасана, я смотрел всего лишь пару боев, и, как бы, знаю, что он очень хорошо борется, я с ним сам спарринговал. В спаррингах, как бы, в ударке, мне кажется, чуть-чуть ему надо больше поднабрать. Я думаю, он с этим поработает. И я слышал, что у него рекорд очень хороший. 10-0? Да. 10-0, да, мне кажется? Да, по нулям проигрышей нет. Это круто, это круто, да, это круто. Но самые, наверное, два пацана, я всегда топлю за молодых, я не знаю, мне всегда нравятся молодые ребята, потому что молодые, я считаю, есть вот легенды, это старая гвардия, которая там 40 лет, да, есть чемпионы, это вот 30 до 40, а есть молодые ребята, это которые пытаются вырваться. Да, они горячие. Да, 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 и вот на самом деле два пацана, которые мне очень нравятся, это Александр Рычажов и Даник Весненок. Ты правильно сказал? Да, 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 да. Даник Весненок. Мы говорили об этом, по поводу пятки, да. Да, это спорт, посмотрим, что дальше, самое главное не сдаваться, если, как бы, говорится, никак не может нас сделать лучше, так как может сделать поражение, то есть ни одна победа не может сделать нас лучше, так как можно сделать поражение, да. Александр Рычажов, я жду всю бой его, когда он будет биться, когда ты будешь биться, Саня, ну и Волонька, я знаю, сейчас будет летом, летом будет биться, интересно, потому что реально мне он нравится, мне нравится ударная техника, он, как бы, парень хороший, мы с ним всегда общаемся, очень хороший, меня поддерживает, я его поддерживаю, мне он нравится, и, как бы, я надеюсь, что в дальнейшем у него будут большие перспективы, он сможет выйти на какой-нибудь мировой уровень, и показать, что все-таки вот, я да. А, еще, наверное, Эдгард Скриберс, да, я его забыл, просто вылетел с головы, на самом деле, на самом деле он вылетел, я, честно говоря, я видел только тоже пару боев, как и Хасана, его, но все те поединки, которые я видел, они были такие очень-очень эмоциональные, очень крутые, и очень техничные, очень, да, это вообще без спора, я вообще, про технику даже ничего не говорю, на самом деле, я считаю, что бой, это показывает нам картину, картину всего, вот, как бы, как человек в жизни происходит, то есть, что у него происходит в жизни, то и покажется, да, да, то есть, если он вот гнусный, плохой, вот такой негатив, он будет биться грязно, он будет биться грязно, да, если он, допустим, открытый, спокойный, добрый, не знаю, со всей душой идет, у него очень красивый поединок получается, вот, у Скриверс, я считаю, вот именно такие поединки, он очень крутой, особенно вот этот в Америке, где он по карате там бился, да, да, каратекомбат, да, это вообще крутой поединок, если честно, там такой вот вариант, ну, круто, на самом деле, на самом деле, круто, и, да, наверное, я так же сделаю, как и с Зауром и Артуром, Скриверс и Хасан, да, я им первое поставлю. Хорошо, приятно было с тобой пообщаться, спасибо огромное за интервью, всего тебе наилучшего, мы желаем еще кучу-кучу поясов, титулов и достижений, от себя что-нибудь, пожелания вот этим вот как раз молодым горячим. Молодым горячим. Молодым горячим, да. Самое главное, чтобы не тратили время на всякие глупости. Да, на которые деньги надо искать еще. Да, еще деньги надо искать глупости, и как бы больше проводили времени для себя, развивались, учились, учились развиваться у лучших, потому что я сам езжу и развиваюсь, мне интересно съездить в Белоруссию, тут же самое в Литву съездить, хотел бы в Эстонию сейчас съездить, но не получилось, не срослось как-то. Как бы развиваться, и тогда мы будем становиться, чем лучше становятся наши поколения, наши молодые поколения, тем мы становимся лучше, как страна. Мы представляем себе одну страну, Латвию. Да. На мировом уровне, если будем представлять такую Латвию, то Латвия наконец-то начнет предъявлять большой авторитет, и будут говорить, что вот есть ребята очень сильные с Латвией. Супер, на этом мы закончим. Спасибо всем, спасибо тебе еще раз, и до следующих эфиров. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок